Всем привет! Меня зовут Юля, и это канал Puzzle English. Сегодня мы начинаем нашу рубрику «Селеб Ньюз», где мы обсуждаем новости из мира зарубежного шоу-бизнеса, а заодно подтягиваем английский. Погнали! Новый трейлер «Черной вдовы» покорил фанатов Marvel. Поклонники кинематографической вселенной Marvel с нетерпением ждут выхода «Черной вдовы». Рекордные показатели по последнему трейлеру показывают, насколько сильно фанаты ждут выхода фильма. За первые сутки видеоролик со Скарлетт Йоханссон набрал свыше 70 миллионов просмотров. Согласно информации, приведенной изданием «The Hollywood Reporter», третий трейлер картины о жизни и приключениях супергероя и шпионке Наташи Романов смог опередить по зрительской заинтересованности премьерные тизеры Релиз «Черной вдовы» состоится 9 июля. Дорогостоящий комикс-боевик Кейт Шортфунд станет первым проектом Marvel Studios, выпущенным в кинопрокат в период пандемии коронавируса. В этот же день за дополнительную плату фильм будет доступен и подписчикам стрим-сервиса Disney. Далее. Альбом «Майли Сайрос» набрал рекордную статистику в Spotify. «Пластиковое сердце» или «Пластик Харт» – пластинка известной певицы Майли Сайрос. Альбом вышел в ноябре 2020 года и уже побил очередной музыкальный рекорд. На сервисе Spotify альбом прослушали более 1 миллиарда раз. Новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Сайрос опубликовала специальную картинку с рекордом, а также показала фотографии серии «До» и «После». На одном из снимков можно увидеть певицу еще и в самом начале карьеры, во времена Ханы Монтаны, а на втором – во время одного из недавних концертов. В подписи же Сайрос рассказывает о рекорде. Поздравляем, Майли! Такой успех определенно повод гордиться с собой. Чтобы процесс изучения грамматики перестал быть таким скучным, попробуйте заниматься с пазл-энглиш. В тренажере грамматики мы собрали тысячи упражнений на все группы мышц. Ну, то есть правила английского языка. Выполняйте задания на разные части речи, составляйте предложения и учите грамматику легко и непринужденно. Первые две недели занятий совершенно бесплатно. Генри Кавилл продолжает покорять сердца не только фанатов, но и съемочной группы «Ведьмака». Согласно источнику, в честь недавнего завершения съемок второго сезона «Ведьмака», артист подарил всем участникам команды проекта сувениры с символикой сериала, а также автографы с личной подписью. Люди оценили такой щедрый жест, а фотографии подарков быстро попали в сеть. Теперь сериал Netflix отправился в длительный постпродакшн. А саму премьеру следующей главы «Темного фэнтези» по мотивам саги Анжея Сапковского создатели планируют выпустить к концу этого года. Поделитесь в комментариях, ждете ли вы новый сезон «Ведьмака». Ким Кардашин официально признали миллиардером. Just recently, Kim has been included in Forbes World's Billionaire's List. Бьюти-поклонницы и просто фанаты Ким наверняка уже догадались, что основная прибыль идет с ее личного бренда косметики – KKW Beauty и линии одежды – Skims. К этому списку стоит добавить крупную стоимость рекламы у Ким, а также заработок с реалити-шоу семейства Кардашьян. Свой косметический бренд она запустила в 2017 году. К этому решению ее подтолкнул успех ее сестры Кайли Дженнер с ее брендом Kylie Cosmetics. Одежду с Кимс она выпустила в 2019 году. Запуск оказался очень к месту. Во время карантина ее уютные костюмы пользовались спросом. Остается пожелать только успехов Ким в ее дальнейшем бизнесе. На этом краткий обзор новостей подошел к концу. И это была рубрика «Селеб Ньюз». После просмотра этого видео я рекомендую вам пройти тест на знание английского языка на нашем сайте. Ты займет всего 20 минут, а результат придет вам на почту. Меня зовут Юля. И это канал Пазл Инглиш. Пока-пока.